Добрый вечер, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! Днем шлепанцев, дорогие товарищи! Погоди, Таня, ты чё, какие шлепанцы? Ну как, Алло, 2 декабря вся прогрессивная общественность в Новой Зеландии отмечает национальный день сланцев! Ура, товарищи! Всем посланцам даешь шлепанцев каждую землю! Ну мы же не в Новой Зеландии! Ты концепту перегрелаешь, сына! Не даешь премечтать, Погоди! Конечно, не в Новой Зеландии! Кто-то сланцы надел в декабре я сижу и завидую тупо тут в России зима на дворе и пора отмечать день тупо! Ладно, Тань у нас сегодня повод посерьезнее! Да знаю, Погоди, знаю! 110 на дворе, да! Хороший повод! Да, хороший повод! Ну что-то, если ты тянешь на 30, то мне что, 80 что ли? Ну, вы лично здесь все преувеличиваете? Ну, ладно! А 90 на двоих все осталось? Ну, куда ни шло! 90 на двоих, слава Богу! Да знаешь, сколько бы ни было, это на самом деле не важно совершенно! Смотри, какие мы с тобой вместе респектабельные, солидные, основательные! Да, а вот у кого-то может быть возникнут вопрос, почему мы отмечаем вместе сегодня нашим бенефицам? Что мы отмечаем? 110 на двоих, бюбилей с мостиком! Ну, а мы ответим, если кто-то будет сомневаться! Во-первых, день рождения у нас совсем рядом! 1 и 3 декабря! И поэтому мы решили посередку, удались! Я вычитала! Как отливить! Вот! А во-вторых, нас связывают долгие годы дружбы и совместного творчества! Да, кроме того, мы оба являемся, мы оба состоим в клубе юмористов и сатириков чертова дюжина и в творческом объединении общества веселых поэтов! Да, и сегодня у нас в гостях наши друзья, барды, поэты, которых вы обязательно увидите на этой сцене! Это Наталья Хозяйнова! Это Бадим Дверик! Александр Сюгай! Юрий Викторов! Надежда Межурова-Девина! И Михаил Калинкин! Ну и несколько нескромных слов о присутствующих нас сценах! Да, о виновниках сегодняшнего торжества! Владимир Городейский, поэт-киранист, автор и исполнитель баровской песни, основатель, организатор и участник множества творческих проектов, фестивалей, конкурсов, концертов, клубов, организатор и постоянный ведущий серии поэтических концертов «Смехом печень не испортишь!» Лауреат фестиваля гуманитической и сцелической песни поэзии «Йорж-2014» Лауреат творческого конкурса «Умный смех-2016» Вот так вот! Владимир Городейский! Лауреат фестиваля «Чёртова дюжина» Лауреат фестиваля «Русский смех» «Итак, позвольте начать наш концерт-бенефис на двоих юбилей с хвостиком» И мы хотим пригласить на сцену первого гостя Это Юрий Викторов Замечательный поэт В чём вы сейчас увидитесь Добрый вечер! У меня сегодня лекция Ну, небольшая такая Они сейчас вам будут Эти поэты, которые Топ что за сценой стояли Объяснять, что они пишут там Благотовение, там, Музы, Пегасы Всё такое Но я вам сейчас объясню Как пишутся стихи На самом деле, что получается Итак, сначала Поэт утром Встаёт Естественно, грустный У него такое вот настроение Не проснувшееся И Стих Соответственно, он следующий Чего-то я сегодня хилый Иссяк мой юмора фонтан В мозгу нет мощи, мысли, силы И не кипит умок титанов Ну, нету рифм остроумных Грозящих шуток Нет, как нет Молчит среди компаний шумный Не улыбается поэт И не согнутся от остроты Мои любимые друзья Не превратятся в идиотов В камина смеха заскользя Жена От вдруг дошедшей шутки Не разобьёт затылком стен И тёщу с коликой в желудке Не отвезут под звук сирен И не подавится от смеха Мой собутыльник и сосед Когда с усилием в шутку въехав Оценят юмор и букет Я не произведу примочек Что так прикольные и смешные Пацан соседский не обмочит От смеха новые штаны Не будет пахнуть корвалолом Старик, похожий на груздя Услышавший мои приколы Случайно мимо проходя И даже дворник дядя Вася Не скажет в нервный приступ В пахт с прессмертных рипов Ну фига себе Большой мне палец показав Ну в общем нынче жертв Не будет, никто от смеха не помрет И это очень грустно Люди, жить без улыбок и от стол Но потом паец садится И что-то пытается Берет ручку, лист бумаги И пытается что-нибудь написать Так бывает иногда, как говорят в легенде Что начнешь писать А там рука выведет, рифов идет То все, получается вот такой стекторий Духовная жажда витамин А может просто жаждой квасить Герой мой, скажем, Никодим А может Петя или Вася Весенним утром голубым А может зимним или летним Из дома вышел За спиртным А может вышел неконкретно Он шел на северо-восток А может шел на запад просто И был он строен и высок А может низов, в смысле роста А может низов был душой А может бить котелом морды А может Вася был герой А может Петя бил рекорды У автора идеи нет Куда теперь идти герою И я остановлю сюжет Хоть это горько мне не скрою Пропал герой на полпути Не совершивший ни поступка Читатель Автору прости за эту резкую обрубку И знай, что если где сквозь дым Мужик невнятен и неясен Мой это ходит Никодим Который Петя или Вася Ничего не получилось Поэт начинает погружаться в быт И вот получается вот такое стихотворение Называется «О прозорливых и любящих жёнах» Носок надел я раз с утра А в результате шок В носке огромная дыра Дырявым стал носок Второй носок же жив пока И прямо полон сил А ведь обычно два носка я на ногах носил Вот вам загадка на века Заметьте, господа Одновременно два носка не рвутся никогда А как мне выйти без носок и правильней носков Ведь для моих почтенных ног необходим покров И как зимою без носка Мне по улице пройти В ноги и холод, и тоска Не одолеть пути А если в гости попаду Приличным людям в дом В носках все гости в зал пойдут А я вдруг босиком И галстук стильный Терпит краб Не бьет с носками в цвет Когда стоишь, а на ногах носков ни разу нет Короче, полная беда Когда ты голонок И чувство горя И стыда И в пятки холодок Но хорошо, что был запас Подаренный женой На Новый год В февральский час И в день рождения мой И я теперь ценю сполна Заботу и любовь Когда на праздник мне жена Носки подарит вновь Вот, а дальше Поэт приходит на кухню А там та самая любящая жена Уже его ждет Соответственно Он смотрит И у него рождается Такое стихотворение Называется Внимание, вопрос Взять шесть нежнейших Юных куропатов Залить бокалом белого вина Полусухого С берегов Луары И бросить Двадцать семь крупинок соли Но двадцать восемь Но никак не больше Цедру лимона Лайм и кардамон Им на отгон Но из древесных углей И медленный На полчаса забыт Тем временем Фенхель Мускат и киви Перемешать до однородной массы Но нежно Ласково Не как какой-то варвар Бордусский лук Корицу и гвоздику Спассеровать До корки золотистой С оттенками печального заката Смешать все это С предыдущей массой Добавить сливок Лучше бы швейцарских И в соусник Из сервского фарфора Теперь тарелку Не обыкакую Чуть подогреть И нанести по краю Узор абстрактный нанести И тертую корицу Узор абстрактный нанести по краю И куропаток Вынуть из кастрюльки И положив Брабанскую салфетку Приборами работы мастеров Вкушать и наслаждаться Нежным вкусом А забивать чудесные кусочки Глотком Не более Анжурского вина Потом налить Янтарного напитка Гран-40 Лучше хенеси Иксо И под сигару Извините И под сигару с дымом ароматным Она тоже И под сигару с дымом ароматным Перед камином Думать об илоне Восторг и нега Красота Блаженство Представили? Теперь Держа картинку Коньяк Напоминаю Куропатки Съесть 300 водки Гречку Пять сосисок Залитый кетчуп Соленый огурец И на балконе Приму Закурить Итог Все тот же Нега И блаженство А вот теперь Внимание Вопрос Практически О жизни Философских И нафига Вам этих Куропат И вот после того, как Самый главный ингредиент Вы поняли Из предыдущего стихотворения Вот тогда-то Когда к Самому главный ингредиент Рождаются Настоящие стихи Печальные Грустные Стихотворения Называется Очень грустная Песня Июльской ночью холодной Где золото Роет в горах Тащился Больной И голодный Парнишка С печалью В глазах Стреляли Гурьбой Конвоиры Овчарки Рычали ему Но он Незаметно Покинул Сырую темницу Тюрьму И вот Вы представьте Ребята Бежит он В сыровой тайге А в левом кармане Гушлата Письмо О родном очаге В нем пишет Соседка С тревогой Что Мать его Стала больна Что ходит Она на дорогу Вообще Не надевшую шуна А в правом Кармане Гушлата Письмо От сестры Все в слезах Что чахнет Она Без возврата Болея В различных местах А в тайном Кармане Записка О том Что его Божество Которое В сердце Так близко Выходит За друга Его И вот Презирая Погоню К родне Весь Спаску Бежит И видит Что маму Хоронят Ее поразил Менингит А также Письмо Он читает Где Чахлая Пишет Сестра Она В монастырь Уезжает Не знает Тепла И добра Идет Он К любимому Другу А там Уже Свадьба Гремит И бывшая Раньше Подругой Невестой Довольный Сидит Поеду Мне Грустную Повесть И тут же Не вынеся Мог Немедленно Прыгнул Под поезд Тот самый Парнишечки Вдруг Остались Соседка Овчарки Конвой И мы С вами В живых Налейте Скорее В мне Чарку Чтоб Я Не Продолжил Сесть Довольный Когда меня приглашали Все Лекция закончена Вы поняли Да Как пишут Сити На самом деле Когда меня приглашал Володя Он сказал Ну у нас же там Помнишь В прошлом году У нас был бенефис Такой же Мы решили повторить И вот Ты понял Что бенефис Выступи Ну что-нибудь Про нас Такое Хорошее Ладно Конечно Решившись Повторить Собрание Взяв Юбилей Свою За основу Пришла Кормили Сына Таня И с ней Городейский Вова Пришли Конечно же С желанием Услышать Комплименты Снова Чтоб В них Кормили Сына Таня А так же Городейский Вова И оба Затаив Декание Ждут Как я Буду Нифигово Хвалить Кормили Сыну Таню На пану Городейским Вова Ну что ж Хвалю Есть Здорование Да что там Каждый Гений Слова Хоть Там Кормили Сына Таня Хоть Это Городейский Вова Иртенев Просто Тихо Вялят И Губерман Беспонтово Когда Кормили Сына Таня Шуткует С Городейским Вовой И от Души Им пожелания Да Чтоб Вы Были Все Здоровы И Ты Кормили Сына Таня И Друг Городейский Вова Задвину Мощное Задание Поздравил Похвалил Все клево Да Довольно Поздравлением Таня Нормально Похвалил Нас Вова А значит Я главное Не послал В баню И значит Можно выпить Снова И за Кормили Сына Таня И за Тебя Конечно Вова Аплодейский АПЛОДИСМЕНТЫ Я плавно подхожу к возрасту, который Давид Самойлов называл третьим перевалом, а я бы называл четвертым разворотом, когда самолет выходит на прямую свою посадочную. Ну, жизнь сама по себе интересна и удивительна, а вот насколько это все зависит только от нас, было бы здоровье и не подводила бы память. Ну, поэтому я с листочками. Кстати, о памяти. Постарев, часто стал замечать, я забыть что угодно могу, память будто последняя изменяет на каждом шагу. Аплодисменты. А кем мы стали, две стервы, им по 40 лет идти не дали. Таня сказал, что можно хулиганить, да? Вот мы немножко по-хулиганим. Мне недавно, собственно, не только мне, а большой нашей компании удалось слетать в США. Это случилось после 16 лет, после моей первой попытки, когда я пришел в посольство, меня оттуда выкнули. Тогда у меня получилась песня, которую я назвал «Мне вчера не дали визу». Мы другие, но вот умней они не стали. А мне твердили про удачу, потратил время, бабки, нервы, козлы в двух окнах, не иначе. А в двух других так просто стервы. Свой ум продали по лингвизу, не знаю, чем теперь шурупят. Вместо меня арабу визу, а он им, блин, у контрапупит. А так бы я ходил беспечно и распевал им песни наши. Я США теперь навечно на карте в черный цвет закрашу. Ну вот, и закрасил я на карте на целый 12 лет. Но в этом году у меня все получилось. И вот когда я летел в самолете, и где-то вот над Канадой что-то у меня стало писаться. Мне не писаться, а писаться. Вот, и получилась такая песенка, которая называется «Америка, наверное». Вот, сейчас я на всякий случай, я, конечно, ее выучил, но на всякий случай... Мне начислили зарплату, отпускные тоже дали. Улетаем завтра в Штаты, раньше их прицел видали. Белый дом там и ООНы, Клинтон Трамп, как на арене. Нам бы посмотреть каньоны, на них выборы до фени. Кто там Буш или Обама, вождь из племени Наваха. Я скажу, ребята прямо, посылаем всех их нафиг. Сан-Франциско, Колорадо, Гранд-Каньоны, Яндилопы. Мы увидеть будем рады, оправителей всех. В самолете нету пива, в самолете пива нету. Над Гудзоновым заливом мы летим обратно в лето, Где каньоны и секвои, где закаты и рассветы. Там за синейю горою, вновь для нас наступит лето, Где каньоны и секвои, где закаты и рассветы. Там за синейю горою, вновь для нас наступит лето, Но из осени и хлада, мокрых листьев без просвета, Над болотами канады мы летим в чужое лето. Мы летим в чужое лето, мы летим в чужое лето. На, пока! Лето, конечно, чужое, но теплое, хорошее после наших, конечно. Стихотворение называется «О законе всемирного тяготения». Ньютон ученый был отменный, вот только жаль, не русским был. Но он науку вдохновенно, как красную девицу любил. Бывало съезд блины с вареньем, забыв сказать спасибо, мать, Он в сад спешил за вдохновением, и чтоб законы открывать. Два-три обычно до обеда, а если вдруг легко пойдет, Назло надменному соседу такое в голову вбредет. Вот раз однажды на сортире увидел буквы «Ж» и «М». Все связь имеет в этом мире, он перемножил их. Зачем? Зачем, не ведая, не зная, в саду под яблоней присел Такой хороший, добрый зая. А тут вдруг ветер налетел, и вот огромный плод незрелый И мука грежет по башке. Исак немало обалделый сидел пришибленный, В руке перо дрожало от волнения, Рукою вдруг задвигал он. Так о всеверном тяготении Ньютона был открыт закон. Следующая история называется «Аномалия» или «О курящей лошади». Но такой эпиграф, который написал слова Юрия Панюшкина, Хорошего очень поэта из Самары, «Это не тайна, что мраком открыто». Знает об этом, естественно, каждый. Лошадь любая отбросит копыта, Если кури не завяжет одна. Средь аномалий всевозможных Есть эксклюзивная одна. И мне, поверитель безбожно, Покоя не дает она, Ведь это правда аномально, Когда здоровую кобылу Всего лишь капли моментально Как пулей на повал убила. А нам еще твердили в школе Про этот ужас никотинный. И я грустил, чего же более, Что век недолог лошадиный. Не все, однако, в жизни гладко. И наплевав на правду эту, Моя знакомая лошадка Взяла однажды сигарету. И опровергнув все приметы, Поймавши кайф от никотина, Как выпьет, курит, сволочь эта, И все жива еще, скотина. Такой вклад в борьбу с курением. Вы знаете, наверное, есть праздник, День верности, любви, семьи. В июле проводится. То есть три составные части. Вот я обыграл эти три составные части. Таким образом. В день верности, любви, семьи, Вам поздравления мои. А впрочем, праздник сей, наверное, Сомнителен и так суров, Что на душе бывает скверно, И не хватает даже слов, Чтоб Описать проблему эту. Пример. Семья на юге, Лето, А ты один, Собаки нет, А значит, нет такой заботы, Чтобы домой бежать, С работы. А ты, Грюнет, В расцвете лет. И даже если был обед, То все равно, конечно, Нужен хотя бы очень легкий ужин. Ты в гости, Там она. Привет. И вот из двух частей, Одна с двумя уже разлучена. Товарищ, помни, Если вдруг семья уехала на юг, То ужин чилить не могу, Но все-таки отдай врагу. Несколько восьмистишей, Которые начинаются со слова «если». Если, выйдя с кабака, Получил ты в морду, Значит, пьян наверняка, Говорю вам твердо. Если ж в кабаке не пил, Но при этом, кстати, Морду все же получил, Время зря потратить. Если вдруг тебе три дня Выпить не давали, Кто? Ну, например, семья, Та, что крепче стали. Ты тогда и сам не пей, И скажи знакомым, Станешь лучше, здоровей, И помрешь здоровым. Если знаешь, Что сосед гонит самогонку, Передай ему привет, Деликатно, тонко, Не сдавай ему ментам, Позвони мне сразу, И тогда, пожалуй, Нам хватит той заразки. Если рифма не идет, Это, друзья, поэтам, У тебя накатом, Не стучи башкой об лед, Напиши все матом, И не делай в попыхах Тем словам замены, И останется в веках Стих твой непременно. Ну и тем, Кто участвует в конкурсах, Обычных бардам, поэтам, Если вдруг приятель твой Стал лауреатом, Ты от зависти не вой, Не ругайся матом, Предложи ему коньяк, Справь со сладкой ватой, И не делай всяких бяг, Лучше врежь лопаты. Ну и, наверное, Я закончу свою часть, Первую часть выступления, Потому что мы еще Во втором отделении Появимся, станем стихотворением Своим любимым, длинным, Которое называется «Ни о чем». «Ни о чем» Или «Осеннее обострение». Огней так много золотых, Перелопатив к ниже груду, Я сочиняю этот стих, Украв по строчке отосю. Мой дядя самых честных пра, Не подошло к размеру правил, Поэт, простите, Абакра и вас, Должно быть, черт заставил, Не пострадает ваш роман. А мне? Где взять такую песню? И нафига козе баян, А с вашей строчкой интересна. Я встретил вас, И все былое, Хотя, быть может, и не вас, Пожалуй, тайну не открою, Во всяком случае, сейчас Не пробуждай воспоминаний. Пусть солнце льется прямо с крыш, Не ты объект моих желаний, И у киоска не стоишь. Когда весна придет, Не знаю, Но свой имею интерес, Он мчится тройка почтовая, Шумит сурово брянский лес, Горят мартеновские печи, Вернее, больше не горят, И жмуры всякий раз под вечер, Уныло с косами стоят. А вот еще недавно было, Гимнастка наша, о дела, Кого-то в рощу заманила, Кого-то в поле увела, Кого, да всех давно уж ясно, Красив, пригож, непогрешим, И верит сам вдвойне ужасно, Что он вообще незаменим. К тому же ветер ветку клонит, Русалка на ветвях сидит, Зажегся март на небосклоне, И вот уже три дня горит, Дымилась падая ракета, С простым названием протон, Из уст того, кто видел это, Невольно вырывался в стон, Бежит река в тумане тая, Бежит уже почти три дня, Любви хорошей мне хватает, С деньгами хуже у меня, Зато землянку в три наката, С молельной комнатой беде, Хватило же ему зарплаты, Голова построил РЖД, А Сердюков, так это что же, Его в края лесу в ферек перевести, Где дышит все же не очень вольно человек, Враги сожгли родную хату, Пусть голова моя седа, Пахать за низкую зарплату нас Не заставишь никогда, Я мать родную не забуду, И пусть не стать мне молодым, Но два по сто в одну посуду, За полуостров русский Крым. По переулкам бродит лето, Парней так много холостых, И вряд ли я по всем приметам Смогу закончить этот стих. Поэты спать идут с рассветом, Всю ночь ля-ля до тополя, И утро красит нежным цветом Носы поэтов в цвет Кремля, У лукоморья дуб зеленый, Как обгоревшая звезда, И облетают листья с клёна, Совсем не так, как поезда. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить на сцену Очередную нашу гостью. Если что-то не сложилось в жизни вашей, Потеряли сон, покой и аппетит, Я советую вам творчество Наташи. Вот она одной строкою разъяснит. Наталья Хозяинова. Одна стишка, потрясающая. О, вот. Я не ждала, честно. Не ждала, потому что немножко не по графику. Я очень люблю этих людей. Друзья. Володя и Татьяна. Герои моего романа. О том, как жизнь связала нас, Сейчас я поведу рассказ. Вот видите, я немножко на Барда похожа. Он всё время такую преамбулу делает. Вот я немножечко Барт сегодня. И хочу вам рассказать, Что же вот связало нас, Откуда появилась наша дружба И очень крепкая дружба. Таню со мной связали, она с Тишевой. Я сначала увидела, она с Тишевой Таней. И прошли годы, мы переписывались с ней долго. А потом увидела Таню. И этот момент был вдвойне приятен, Потому что, когда я пришла на концерт, Таня в Москве выступала, В музее Маяковского. На сцене я увидела красивого мужчину. Но я сразу решила, что это Таня муж. Но нет. Я знала, что у Тани муж не поёт, Не пляшет, не пишет, Не стихи не читает. А этот мужчина и пел, И вёл концерт. Вообще был невероятно импозантен. Но в тот момент меня интересовала только Таня. А когда мы с Таней уже познакомились поближе, Она мне сказала, Это больше, чем муж. Это Володя Городейский. В общем, всё началось с Одностишей. Поэтому я вас сейчас буду радовать имиджем. Значит, Одностишей у меня, слава богу, много. Сейчас я их, честно вам скажу, Пишу не сильно много. Но, по счастью, вот как-то удаётся их складывать В некие произведения получаются маленькие такие романчики. В частности, не очень удачные. Не Одностишая, а Романчики. Не всегда всё бывает хорошо. Ну вот, вот такая вот история, Которую я вам сейчас расскажу. В Одностишей их. Таких, как я, немного. Только я. Он многогранен или многолик? Не знаю. При слове факел целомудренно краснею. Он бреется уже, но рук пока не моет. Я так скромна, что это надо видеть. Как робок он. Сопротивляться сложно. Нет, я не пью. Ну, разве после ЗАГСа? Я не романа жду от вас. Лишь предложение. А он всё повторял. Не надо слов. Я стою дорого. Особенно в одежде. Он так молчит, Что хочется раздеться. Сгораю от любви, А он всё дует. Дует. Он в основном хорош, Но слабоват в деталях. Я отдалась. Но очень ненадолго. Да, он склонял меня, Но так нерегулярно. В его объятиях Я настолько честь теряю. В постели он подобен Богу. Не храпит. Теперь я после первой не целуюсь. Я в форме. Пусть не в лучшей, Но в своей. Я не отмахиваюсь. Я даю отмашку. Любовь он меряет В лошадинах силах. Я всё могу. Умею меньше. Он часто женится. И в основном на мне. Я в браке добровольно. Муж-контрактник. Он весь в себе. Но что-то выпирает. Я безнадёжна И практически здорова. Он даже в бане не потеет. Джентльмен. Он убежал, как молоко, Горчит оставшись. Я думала, у нас роман, А он считает слоган. Не так уж я глупа, Как в самом деле. Он чисто символически женился. Я выгляжу неплохо, Но нечасто. Он вышел из себя, Похоже, безвозвратно. Я очень не жалею ни о чём. Он оскорбил не вдруг, А постепенно. Я шла навстречу счастью. Разминулись. Он в розовых очках Сменил мне стёкла. Он не вампир, Он клоп с хорошим аппетитом. Я не прошу взаимности, Но не люби меня. О, как узнал. Как смеялся он, Узнав, что не последний. А вот теперь немножечко Таких бессвязанных глупостей. Внушала мама знание сила, Но знание чего сказать забыла. Запомни, детка, Слово макияж К макаке отношения не имеет. Я, мамочка, смертельно влюблена, А ты мне всё проспит напоминаешь. Знай, доченька, При безопасном сексе Любовь нечаянно нагрянет. Все девушки похожи на сапёров, Им ошибаться можно. Только раз. О, нет, я голову не потеряю. Мне где-то надо размещать лицо. Мы, не сойдясь характером, Всем прочим, придирались. Я выбирала безопасный секс, Но он бесславно выборы профукал. Одним запретный плод вкушать, Другим вынашивать. О наших детях он одно лишь знает, Они когда-то родились. Есть нечто общее. Мужчина разных лет, Чего-то главного в них абсолютно нет. Меня не трогают его измены, Пока он изменяет только ей. Про самообладание не знаю, Но в мною обладание силён. Мы будто и не расставались, На нём всё те же синяки. Он так назойливо мне руку предлагал, Что иногда казался неженатым. Меня обманывали все, Кому не лень, Ленивые меня не возбуждали. Когда б я знала, Где найти любовь, Её бы там давно уже не стало. Пройдут критические дни, Придут критические ночи. И замуж выходить, И разводиться, Всё это надо только по любви. Соскучилась, Я признаю, без фальшивания. Но помню вас до пояса, Не дальше. Мой новый муж Соединил себе пороки Многих предыдущих. Хранить возлюбленному верность Мне позволяет лишний вес. Сейчас же убирайся! Вообще! Не хочешь вообще, Но хотят на кухне. В любви возможны А перчатки. Не игнорируйте перчатки. Прекрасно сохранилось. В третий раз выходит замуж В том же подвенечном платье. Кому-то крылья, А кому-то... А ему в любви не лей, А корочка. Жизнь без любви — беда, А с любовью — лея. Нельзя сказать, что муж не нужен, Особенно с икрой на лужи. А если был бы ты немым, Никто бы не знал, Что ты картавишь. Он говорил, Я не могу жениться. Но с папой познакомился И смог. Жену усердно носит на руках. Она теперь поношена. Ужасно. Поскольку ты отдам врагу Свой ужин, пожалуйста, Отдай меня ему же. У мужа и шиас И у кота глисты В такой тяжелый час Меня оставил ты. Когда нарядят мужиков Девичьи платья, Я сразу соглашусь. Все люди — братья. И напоследок. Дорогие Володи и Тани, Ну, не эпиграммы, конечно, А я не придумала это слово, Которое соответствует. Таня. Достоинство ее не перечесть. С трудом найдешь красивей И умнее. Но с точки зрения Мэра Москвы Соберина Большой дефект у Тани есть. На велике кататься не умеет. Володя. Ведет концерты без запинки. Поэт и композитор Он не раз выходит на поклон. Все музы у него — блондинки. Он сразу в четверых влюблен. С юбилейчиком Исковыстикой на вас, дорогие. Спасибо. У меня еще и муза-брюнетка. Не моя правда. Татьяна кормилица. Да, это я. Так, и первая часть своего выступления Я назвала Вполне так себе тривиально Баба-ягодка опять. Потому что мне 45 лет Я не скрываю совершенно. И в первой части В основном Речь пойдет о возрасте В разных его аспектах. Итак, я заявляю громогласно Прекрасный возраст — 45 А как рифмуется прекрасно с сакраментальным Вашу мать Я, может быть, и не права опять Но я скажу, вы можете смеяться Лишь раз бывает в жизни — 45 Но много раз бывает в 19 В 45 на самом деле возраст постбальзаковский С бальзаковским женщинам было там чуть-чуть за 30 Не доходя от 40 То есть неправильно, когда нас называют Женщинами бальзаковского возраста Зато никакой угловатости нет Лишь изгибы одни и окружности В даме после бальзаковских лет И местами приятной наукности И все-таки сколько всяких бед И огорчений мне уже досталось в этом мире Но ищу упорно приключений На свои вторые 104 А мне не надо ходить по краю А я привыкла быть королевой Любые двери я открывала привычно грудью Одной и левой Почувствуйте разницу Время мчится И климакс вот-вот Надо срочно в кого-то влюбляться Скоро замуж никто не возьмет Или завтра уже 19 Время есть Да и климакс не скоро Я успею еще и влюбиться Да мечтать Да страдать до упора Мне пока еще с хвостиком 30 Как известно, хвостику 30 Может удлиняться до бесконечности Поэтому позвольте мне себя считать Женщиной в возрасте 30 лет Однако иногда задумываешься о чем-то важном А настоящем Как много женщин для себя открывших Одну простую вещь на склоне лет Что у будущих все меньше Больше бывших А настоящих не было и нет Зато на сцену уходят наши скрытые возможности Вас, скажете, смутил мой интеллект Цитата из камеры Терлинка Не бойтесь Это видимый эффект В душе я дура И почти блондинка Эпиграфом к следующему стихотворению Вы можете являться Мое одностейшее Я все еще прощаюсь с комсомолом Недавно совсем написалась Вот эта штучка Которая называется Октябрьская эволюция Вы уж извините Оно будет немножко такое Милонхоеческое Таким налетом Иония тут больше горькая Но я вам обещаю Что немного у нас Будет такой лирики Итак, Октябрьская эволюция Осенний сплин Вползет пятнистой анакондой Неторопливо обовьет Сжимая кольца И ухмыльнется С репродукцией джаконда В ответ на жалобы Седого комсомолца А он почувствует себя Недолюбившим Недообманутым И недоотболевшим Поймет, что горько Навсегда остаться бывшим Ни с теми спавшим Недосыто пившим Евшим Осталось времени Немного, прямо скажем Чтоб довершить Подрыв общественных устоев Поскольку даже для путан С приличным стажем Не Казанова он давно А Козлодоев Октябрь и Ленин Безнадежно устарели Зазубрин серп И никуя пылится молот Где-то любовь Где-то весна Где птичьи трели Пора, похоже, Расставаться с комсомолом Остатки сердца Сюзи Кватера Рвет вокалом И он, внимая ей С упорством Мазохиста Клянется С первого числа Начать сначала Мол, бросит пить И будет спать Ложиться Чисто Ну, еще буквально Чуть-чуть Лирики Ироничные В аспекте Возраст и всего прочего Займою счастье Получили взаймою счастье Четыре часа Осторожно спросили Когда и чем отдавать Говорят Вам кредит на доверие Вот чудеса Беспроцентно Бессрочный И без ущемлений В правах Будем долго И кропотливо Искать В чем подвох Не бывает такого Чтоб счастье За просто так И на всякий случай Каждый свой выдох Вдох Не забудем Для четкой отчетности Пересчитать Рваной, меченой мелочью Точно зная Где чье А для пущей сохранности В марлевом плотном узле Принесем отдавать Скажет счастье Эх вы Дурачье Я же вам столько должно За последние двадцать лет Ну, а теперь все Никакой лирики Так что все будет Достаточно весело Может быть даже Детки хулиган Не стали Следующее Типотворение Оно написано Достаточно давно Но, как ни странно Становится с годами Все более актуальным Для меня Вы в конце Поймете О чем О чем я Итак, тряхнем харизмой Пришел и мой черед Тряхнуть харизмой Сойти с парнаса И взлохматить лиру Далой остатки Сна и пессимизма Пора о себе Напомнить И если говорить Предельно кратко Как пишут Только в самых умных Книжках Я Женщина Почти без недостатков Но с небольшим Количеством Излишков Порой в себе Найти Пытаюсь Минус Ну, хоть один Так нет Сплошные плюсы Умищет Обаяние Лавина Обширные познания Бездну вкуса Талант руководителя Не скрою Задачи подчиненным Ставлю четко Такие пироги Пеку порою А как я залпом Бью Не морщись Водку Величие души И мудрость Будду Одних дипломов В общем Очень много Но я тут вам Напоминать не буду Что я еще Рифмоплет от Бога А в зеркало Посмотришься До мая Когда одна И толком не одета Но ангельская скромность Все мешает Признать себя Секс-символом планеты И как довесок К этому гостинцу Имеется Московская Жилплощадь Достанется же Какому-нибудь Принцу Такая Выдающаяся Теща Да, дочка Уже на выданье 21 год Вчера На семейном празднике Она сказала Мама Знаешь Я сама Не заметила Как я выросла И как ты Оказывается Выросла Ну А поскольку Я действительно Выросла Тема Можно затрагивать И в том числе Достаточно взрослые Так что Не обессудьте Так Следующее Стихотворение Эпиграф Из Ланы Миговой Курортная Четырестишья Мужчина Буйство Всего пара Тройка Брудершафтов А вы уже С космическими Чувствами Да не похожи Вы на космонавта По вашим брюкам Гладила В промежности Я оттирала Майонезы Кляксы Ах, допустила Пару Лишних нежностей И шо теперь Бегом бежать До ЗАГСа Да может Это просто Для прикола Я силком Вас привезла К себе На дачу Это то что Я лежу тут С вами Голая Вот ровным счетом Ничего не значит Продолжение Такой легкой Алкогольной темы Тоже совсем Недавно написалось Вдруг Называется Стихотворение Апсент Написано было Для участия В одном конкурсе Интернетовском И написано В соответствии С заданием Конкурса Белым стихом Вдохновить Меня должна была На это Стихотворение Музыка Это была Песня Сезария и Вора Седат Вполне такое Очень даже Печальное Подзведение Но На то я и поэт Иронист Меня Любая музыка Вдохновляет На всякие безобразия А так Апсент Почему ты Проснулась Под вечер На Мадмартре В убогой Мансарде Пыльно, холодно И неуютно Рядом в кресле Храпел Клод Мане Клода пледом Дырявым Накрыла Круассан Доживала Засохший И надев на себя Только перья На работу Пошла В Мулен Руж Утро Потреблять Изумрудный Напиток С ароматом Фантийской Полыни Уводящий От бед И забот Ну а теперь Держитесь Взрослые 21 плюс Все соответствуют Тогда стихи Пенью Четвертая Бутылка Страсть Когда-нибудь Наступит Пол шестого Секс без правил Да Это был конечно Секс без правил Свободный от канонов Норм И схем Ты конкурентам Шансов Не оставил Ведь так смешно Мне не было ни стих Клинический случай В любом из нас Неглубоко Запрятан псих Но вот вам казус Нелишенной специфичности Он так хотел заняться Сексом на троих Что у нее случилось Раздвоение личности Консервативное Как убежденный консерватор Я вам совет Бесплатный дам Не подключайте Ваш вибратор К высоковольтным проводам Такие вот стихи Для взрослых Не надо неприличных жестов Я сочиняю До И после И правда Очень редко Вместо Спасибо До новых встреч Спасибо за субтитры DimaTorzok Аплодисменты